До настоящего времени, и это официальная статистика, которую мы тоже подтверждаем, потому что ВОЗ работает очень тесно с лабораторией, которая проводит ПЦР-исследование, нет ни одного пока позитивно зарегистрированного случая ковида в Таджикистане. Почему в Таджикистане нет коронавируса? Да, смотрите это видео до конца, а вы узнаете, что помогло предотвратить пандемию. Подписывайтесь на наши обновления, чтобы быть в курсе о всех новинках на нашем канале. Мы уже говорили о мерах, благодаря которым Таджикистан устоял перед вирусом, но их оказалось намного больше. Эти меры нужно знать, чтобы защитить себя и близких. Таджикистан на сегодняшний день остался одним из немногих государств, где до сих пор не зафиксировано ни одного случая заражения коронавирусом. И хотя Таджикистан пока находится в стороне от эпидемии, население, конечно, как и в других странах, охвачено волнением и следит за новостями по ситуации с коронавирусом. Простые граждане и специалисты задаются вопросом, как Таджикистану удалось обезопасить себя от коронавируса, какие факторы сыграли всем на руку. Таджикистан довольно закрытая страна, ее нельзя назвать крупным пересадочным пунктом или одним из излюбленных мест для отдыха среди иностранных туристов. Авиабилеты, так сказать, кусаются в цене. В рекламу туризма никто не вкладывает. Входящего от туристического потока мало, соответственно, в республике минимум авиарейсов, транзитных пересадочных пунктов в принципе нет. Поэтому и завести на территории Таджикистана инфекцию сложнее, чем, к примеру, в европейские и североамериканские страны. А ведь главная опасность распространения вируса и есть туристы. Если сравнить ежегодное число зарубежных гостей в Италии и в Таджикистане, цифра будет мне в пользу последнего, но в этом сейчас и плюс. Кроме того, Таджикистан расположен в глубине континента, вдали от транспортных потоков. Границу с Китаем на востоке быстро закрыли. Приостановка транзита через Казахстан также обеспечила безопасность в регионе. Следующее вполне логичное предположение. Чем больше граждан той или иной страны путешествуют или принимают в гостях иностранцам, тем выше вероятность распространения коронавируса. Так называемую корону заносят, как правило, люди с хорошим достатком. А граждане Таджикистана нечасто пересекают границу из-за ощутимой разницы между доходами и ценами на билеты. Значительная часть населения работает за рубежом, да, но возвращаются домой они один-два раза в год или даже реже. Потому очень просят людей не покидать свои дома, чтобы обезопасить себя. Ведь видите, это действительно работает. А как вы относитесь к такому расположению дел? Свои ответы пишите нам в комментарии под этим видео. Очень хочу обратиться ко всем. Ресурсы, конечно, каждой страны ограничены. Но если нет абсолютно поводов и причин для того, чтобы сдавать анализы, я попрошу воздержаться населения от паники. Наиболее оптимистичные пользователи соцсетей считают, что таджикистанцы заранее переболели гриппом со осложнением, и он мог вполне оказаться тем самым коронавирусом. В декабре и январе в стране была зафиксирована вспышка гриппа с нетипичными симптомами. Многодневный жар, кашель, рвота. Поэтому теперь, когда коронавирусом накрыло остальной мир, таджикистан находится вне опасности. У всех выработался иммунитет к болезни. Еще в конце января 2020 года, как только в Китае заговорили о коронавирусе, таджикистан начал проверять всех людей, въезжающих в республику. А потом и вовсе закрыл въезд для иностранцев. Несколько тысяч человек, приехавших из-за рубежа, успешно прошли обязательный 14-дневный карантин в отдалении от крупных городов. Заранее принятые меры сыграли свою роль, а риск заражения извне существенно снизился. Под данным ВОЗ, коронавирусом рискуют заразиться в первую очередь пожилые люди от 65 лет и старше. Люди с хроническими заболеваниями, беременные женщины и граждане с иммунодефицитным состоянием. Из-за бурного роста рождаемости в республике большую часть населения составляют молодые люди и дети. Молодые тоже страдают от вируса, но это, как правило, на фоне других тяжелых хронических болезней, которые ослабили организм в целом, и он не смог вовремя защититься от инфекции. Еще сложнее пожилым людям, у которых с годами ослабевает иммунитет. Организм уже не может работать как раньше и, соответственно, больше рискует подхватить инфекцию. «Покажите человека старше 60, у которого нет проблем с сердечно-сосудистой, легочной, дыхательной системами, с обменом веществ», – рассуждает зверев. Подавляющее большинство таджикского населения – мусульмане. Каждый мусульманин обязан совершать ежедневный пятикратный намаз. Это правило распространяется на всех верующих, независимо от должности и материального положения. Судите сами. Большинство жителей Таджикистана по несколько раз в день тщательно моют части тела, через которые, вероятно, всего подхватить инфекцию. Даже когда руки и ноги открыты в жару, если их регулярно мыть, никакой вирус не приживется. Если даже кто-то не привык перед намазом мыть руки с мылом, в условиях мировой пандемии таджики явно стали это делать. Гармала обыкновенная или хазариспант. Широко применяется в Таджикистане. Высушенной лечебной травой окуривают помещения и убивают бактерии. По мнению врача-эпидемолога Михаила Фаворова, именно гармала спасает население от заражения. Также есть ряд стран, входящих в так называемый монгольский треугольник, которые сейчас не охвачены коронавирусом. Мы долго думали о причинах. Может сухой воздух и особый климат? Или хазариспант, который в странах Центральной Азии издревле использовали для защиты и обеззараживания? Недавно заявил тот же Зверин о своей лекции. Кстати, на фоне новостей о коронавирусе на рынках Таджикистана выросли парадажи гармала и чеснока. Но поддаваться в панику точно не стоит. Судя по всему, силы свыше берегут Таджикистан. Но и народ должен сам беречь себя. В последнее время около 4 тысяч человек находятся в карантине. Я называю эти цифры специально для того, чтобы все граждане Таджикистана понимали, какая колоссальная нагрузка на Министерство здравоохранения, на медицинских работников и другие соответствующие службы для того, чтобы обеспечить условия для обеспечения карантинных зон и не допущение проникновения пациентов, потенциальных носителей вируса в страну. На этом все. Просим вас оценить наше видео подпиской и лайком. Также у нас есть специальные предложения для тех, кто заинтересован в продвижении своего продукта. Мы предоставляем рекламу на очень выгодных условиях. Подробности, как всегда, будут под видео или же в шапке профиля. До скорой встречи. Не болейте.